МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Вести Хакасия. События недели. С вами Марина Конодакова. В ближайшие 40 минут мы расскажем о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Проблем много, но никого без жилья не оставят. Глава Хакасии всю неделю инспектирует стройки для погорельцев. И ни одна из встреч не обходится без острых вопросов. В ХГУ начинается приемная кампания. О ее особенностях в интервью нашей программе расскажет ректор Татьяна Краснова. Быть или не быть прямым выбором глав районов и сел. Обсуждение резонансного законопроекта депутаты решили отложить до осени. Тысячи семей желают заранее получить часть маткапитала. О том, как действует новая программа в республике, разъясняют специалисты пенсионного фонда. Личный архив писателя и драматурга Михаила Кельчичакова передан в дар республике. Теперь важно правильно распорядиться бесценным подарком. Июнь уже перевалил за вторую половину, а во многих селах, пострадавших от пожара, большая стройка только набирает обороты. От Виктора Зимина, который на этой неделе побывал сразу в трех районах, строители слышали одно – работать как можно быстрее. После продолжительного отсутствия Виктор Зимин объехал практически все пострадавшие территории. Помимо уже известных проблем погорельцев, связанных с отсутствием документов, приходится решать внутренние вопросы самих строителей. У некоторых компаний не хватает ресурсов на обустройство временного жилья для рабочих, из-за чего невозможно бросить на стройку большее число людей. Кроме того, решено сделать освещение на стройках к углосуточным, чтобы и ночью было возможно заливать фундаменты. В целом, позиция правительства предельно четкая. Те, кто не справляется с объемом работ, получат отставку. Виктор Зимин поручил в течение ближайшей недели подготовить все незадействованные строительные площадки и передавать их строителям. Кроме того, главы района в ближайшие дни должны определиться с теми участками, где будет строиться так называемое резервное жилье для тех погорельцев, кто по суду не сможет доказать свое право на новый дом. Как подчеркнул Виктор Зимин, никто из пострадавших не останется за бортом государственной помощи. Ликвидация последствий массовых пожаров занимает главные силы властей. Однако есть и другие насущные вопросы, которые надо решать. Судьба котельной в селе Подсинее, похоже, определилась. Сельсовет собирается взять объект на свой баланс. Это единственный источник тепла и горячей воды в селе. Закрытие предприятия, случившееся в апреле, ребром поставило сразу несколько вопросов. И один из них – это теплоснабжение Подсинего. Котельная принадлежит птицефабрике. А с тех пор, как предприятие обанкротилось, готовить ее к отопительному сезону стало просто некому. Между тем, объект ЖКХ весьма проблемный. И в прежние годы там нередко происходила остановка оборудования, из-за чего жители рисковали остаться в морозы без отопления. Как сообщил нам глава Подсинего Валерий Шевцов, сейчас прорабатывается вопрос о передаче котельной муниципалитету. По его словам, конкурсный управляющий полностью поддерживает это, так как желающих купить останки птицефабрики до сих пор нет. Торги проходили дважды, и на сегодня стоимость комплекса снизилась вдвое – с 600 миллионов до 320. Добавим также, что власти решили не ограничиваться одной котельной. В будущем году в Подсинем появится еще одна – модульная котельная. Право на 20 тысяч рублей из маткапитала не на шутку взбудоражило жителей Хакасии. Прием заявлений на помощь начался в прошлом месяце, однако за деньгами уже обратились тысячи семей. Как идет процесс и почему не стоит затягивать с подачи заявления, рассказал начальник отдела социальных выплат Пенсионного фонда Эдуард Сильченко. Здравствуйте, Эдуард Владимирович. Добрый день. Итак, насколько велик у нас в Хакасии интерес к такому виду помощи, как выплата от 20 тысяч рублей из средств материнского капитала? Ну, заявления на единовременную выплату мы начали принимать с 5 мая этого года. За май было принято 3455 заявлений, и вот за полмесяца июня было принято уже 1325 заявлений. Насколько это прибавило работы Пенсионному фонду и, в частности, в сельской местности? Справляются ли ваши сотрудники с нагрузкой? Ну, конечно, вот судя по этим цифрам, очень большое количество стало обращений, намного выросло. Специалистам нужно не только принять этих людей, но затем и отработать эти документы. Конечно, работы прибавилось, но думаю, что Пенсионный фонд справится с данной задачей. И как вы решаете проблему очередей? Мы стараемся, чтобы очередей не было, или, по крайней мере, уменьшить эти очереди. Привлекаем специалистов из других подразделений наших органов. Также используем активно запись на прием, запись через интернет, либо запись по телефону. И очень хорошо нам помогают многофункциональные центры. Каким образом? Многофункциональные центры также ведут прием граждан по вопросу материнского капитала. Принимают заявление на выдачу сертификата, на распоряжение, в том числе и на получение единовременной помощи за счет материнского капитала. А есть разница, лично приходить к вам на прием или записаться через интернет или по телефону? Что все-таки быстрее будет? Ну, это все зависит от того, как быстро людям нужно получить эти деньги. Если человек приходит лично и в живую очередь, понятно, что какое-то время придется в очереди постоять. Если запись на прием он использовал, то тогда он приходит к определенному времени, как он записался. Когда потом обладатель материнского сертификата получает деньги и почему такой срок? Заявления на единовременную выплату принимаются до 31 марта 2016 года. Воспользоваться данной мерой могут граждане, которые получили право на материнский семейный капитал до 31 декабря 2015 года. Что ж, я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Законопроект об отмене прямых выборов глав муниципалитетов вызвал в республике неоднозначную реакцию. Инициатива исходит от депутатов Аскизского района. Их лидером является фермер Владимир Зимин, он же брат главы Хакасии. Что конкретно предлагается и какие мнения звучат по этому поводу? Смотрите далее. Выборы глав субъектов – это воля федерального центра. Вот решать, как избирать глав муниципалитетов, иначе говоря, городов, районов и сел, республика может самостоятельно. Этим правом и решил воспользоваться Аскизский районный совет депутатов под руководством Владимира Зимина. Он предлагает два революционных пункта, касающихся только районов и сел. Во-первых, чтобы глав администрации выбирало не население, а депутаты. Во-вторых, передать управление райцентром главе района. То есть оставить без работы нынешних руководителей Аскиза, Устябакана, Баграда и других сел. Наибольший резонанс вызвала идея отмены прямых выборов. И даже в профильном комитете Верховного совета не торопятся с однозначным решением. Это инициатива одного сельского совета и одного района. А мы же субъект, мы же все-таки Верховный совет. И мы должны знать еще и мнение других районов. Предварительно, когда разговаривали, опрашивали райцентры, многие категорически против. Поэтому мы должны все-таки пойти по пути, чтобы выяснить мнение других наших глав муниципальных образований. Инициатива аскизских депутатов бурно обсуждается в политических кругах. Однако официально объявлять свою позицию ведущие партии Хакасии не спешат. В «Единой России» и ЛДПР заявили, что сначала необходимо дождаться доработки законопроекта. Что касается отношения к самой идее отмене прямых выборов, то они его не озвучивают. Единственный, кто не постеснялся высказать свое мнение, это фракция КПРФ. Ее лидер Владимир Керженцев считает законопроект неэффективным и конъюнктурным. Все эти системы, которые меняются практически ежегодно, они в итоге все равно придут к тупику. Потому что сама выборная система уже неэффективна. Ну что такое, 20% голосуют люди, а 80% нет. Ну, система, которая вот это придумывает, она тоже приведет к этому. Депутаты тоже люди, они тоже живут, они тоже знают. Они давление испытывают не только со стороны властей, но и со стороны избирателей тоже. Поэтому эта инициатива не имеет перспективы, и я думаю, что она будет отменена. Ожидается, что законопроект будет вынесен на сессию уже после каникул. Парламентарии считают, что в столь важном деле необходимо взвесить все за и против, и только потом принимать решение, от которого напрямую зависит надежность вертикали власти. Елена Крылова, Марина Конодакова, Иннокентий Араштаев, Вести, Хакасия, События недели. В школах прошли выпускные баллы, а в вузах началась приемная кампания. Хакасский государственный университет готов принять почти 1700 абитуриентов. Примечательно, что прием заявлений начался как раз в день рождения ХГУ, которому исполнился 21 год. Что важно знать поступающим, какие изменения произошли в правилах вуза, нам рассказала ректор Татьяна Краснова. Здравствуйте, Татьяна Григорьевна. Здравствуйте. Итак, стартовала приемная кампания. Что в этом году принципиально нового ждет абитуриентов ХГУ? В этом году появились несколько новых, интересных, на наш взгляд, условий. И первое важнейшее условие – это абитуриенты, которые поступают на базе колледжа, имеют возможность поступать без результатов ХГУ, поскольку они могли не сдавать ХГУ, а на базе тестирования, которое проводит сам университет. Безусловно, для абитуриентов колледжей это значительно легче, чем через такой перерыв, который прошел с момента окончания школы и момента изучения общеобразовательных дисциплин, сейчас начинать сдавать ХГУ. А кто еще может рассчитывать на какие-либо преференции при поступлении? Есть еще очень интересные, так сказать, в правилах моменты, связанные с достижениями школьника. Конечно, прежде всего, это участие и призовые места в Олимпиадах. Они, безусловно, добавляют баллы. И при подаче документов необходимо эти достижения всенепременно показывать. И они учитываются. Скажите, каковы ваши ожидания? Каким будет конкурс в этом году? Каким можно его ожидать? И какие специальности, на ваш взгляд, будут востребованы? По разным направлениям, по разным группам подготовки и специальностям. От двух человек на место до десяти человек на место. Конечно, по-прежнему популярными, я думаю, что и в следующие годы эта тенденция будет сохраняться, остаются такие специальности, как юриспруденция, медицина. Конечно же, это информатика с различными ее специализациями, потому что все-таки это век информатизации, и мы понимаем, что она в ближайшее время. По-прежнему остается востребованной и экономика, и менеджмент. Я полагаю, что также будет сохраняться хороший конкурс и на сельскохозяйственные направления. Одна из особенностей Хакасского госуниверситета – это то, что здесь, только здесь, вернее, преподает такую специальность хакасский язык. Что делает ВУЗ для того, чтобы у выпускников ХГУ по этой специальности были возможности трудоустройства? Действительно, хакасский язык является, вот эта специализация, это направление подготовки является действительно очень важным для нашего региона, поскольку все-таки это единственное учебное заведение, которое готовит специалистов в этой области. Понятно, что каждый год мы стараемся какие-то новые и новые использовать методы в обучении и, так сказать, делать эту специальность более конкурентоспособной и более привлекательной для обучающихся. Сейчас уже запросы и заказы со стороны Министерства образования Республики Хакасия на учителей хакасского языка есть. И еще вот два слова буквально скажу, что тот строящийся очень серьезный музейный такой центр, который является поликультурным объектом и где будут, безусловно, очень важны все этнокультурные традиции нашего региона, он тоже заказывает уже заранее специалистов именно по хакасскому языку и хакасской культуре. Это очень важно. Я думаю, всем абитуриентам будет полезно знать, что по итогам 2014 года наш ХГУ вошел в список эффективно работающих вузов. Насколько для вас важен такой рейтинг? Мы ускорились. Мы, так сказать, вырвались в 100 лучших университетов и высших учебных заведений страны. Я считаю, что это невероятно хороший результат. Но нужно, чтобы дыхание не сбилось и нужно в этой сотне как-то успешно оставаться. Поэтому нужно с этим ускорением продолжать бежать. И более того, если мы имеем амбиции даже и наращивать это ускорение, это очень непростой труд. Я хотела бы поблагодарить всех работников за такой качественный труд, поблагодарить студентов за их хорошую учебу и за то, что они являются патрибутами Хакасского государственного университета. Что ж, я благодарю вас, Татьяна Григорьевна, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Поздравляю вас с днем и уже день университета и желаю вам умных студентов, которые искренне полюбят свою альма-матер. Спасибо. А сейчас о людях, которые стоят на передовой в сельском здравоохранении. Это фельдшеры, от которых во многом зависит здоровье и даже жизнь людей. Ведь скорая помощь из райцентра приезжает не так быстро, как в городе. Наш корреспондент Виктор Лушников побывал в одном из лучших ФАПов республики – в селе Зеленое, где уже четверть века работает Антонина Фролова. Я знаю каждого своего пациента, знаю, чем он болеет, как он живет, какое у него материальное положение, какое у него, что у него дома. Я знаю абсолютно всех людей на опытной станции. Рабочий день фельдшера Антонины Фроловой начинается с приема больных. В день приходит до десятка пациентов, в основном пенсионеры, ведь их в Зеленом почти треть от всего населения. Чаще всего жалуются на повышенное давление, боли в суставах, почках и печени. Фельдшер снимает практически все вопросы, лишь в сложных случаях направляет на консультацию в райбольницу. Медик от Бога, можно вот так сказать. Я не побоюсь этого сказать, что она действительно не фельдшер, а сельский доктор. И практически ежедневно фельдшер отправляется по вызовам. В экстренных случаях даже приходится прерывать прием. В семье ветеранов Мелешко она частый гость, ведь супругам уже за 80. Дважды во время приступа инсульта Антонина Фролова уберегла Григория Моисеевича от тяжелых последствий. Очень трудно работать фельдшеру. Она очень хороший, ответственный работник. Она знает по всем направлениям. По хирургии, по терапии. Кстати, для села работа на вызовах в порядке вещей для медика. Вызывают и днем, и ночью, в выходные, в любую погоду. Ее сотовый телефон занесен в память трубок практически всех односельчан. Какие-то можно проблемы решить по телефону, кому-то посоветовать, подсказать. Допустим, вот у меня давление, давайте пока выпейте. Вот это пока я к вам подойду. Коллектив ФАПа по сравнению с другими сельскими медпунктами достаточно большой. Все-таки в зеленом 1700 потенциальных пациентов. Есть свой стоматолог, детский фельдшер и медсестра. Очень хорошая заведующая начальница. Очень понимающая. Всегда поддержит. Где советом, словом, где просто дружеской рукой. Медицинский стаж у Антонины Фроловой 42 года. 35 из них в Хакасии. Была фельдшером на скорой в Черногорске, потом заведовала медпунктом в деревне Заря. Затем пошла на повышение. Возглавила ФАП села Зеленого. Кстати, Заря тоже ее территория. Приезжает туда каждую пятницу. Если бы мне начали с начала, я бы с того же начала фельдшером. Деревенская, как всегда, говорю. Я не врач, я деревенская фельдшерица. Мне прийти к вам, ну вот, помочь, это мой долг. И люди ценят. Несколько раз выбирали своего фельдшера депутатам сельсовета. На этой неделе русский драматический театр имени Лермонтова закрыл юбилейный 75-й сезон. 10 октября 1939 года в Абакане был дан первый спектакль. И именно эта дата считается днем рождения русского драматического театра. Все эти годы он был и остается одним из центров культурной жизни региона, который подарил зрителю десятки спектаклей. 75-й сезон отметился целым рядом премьер. Это спектакли «Шутки в глухомане», «Детектор лжи», «Горе от ума» и другие постановки, в том числе посвященные празднику Великой Победы. Лермонтовцы всегда в творческом поиске новых проектов. И они первыми придумали театральные уроки по русской классике, а также новый формат общения актеров со зрителями в арт-гостиной. Юбилейный сезон закончен, но осенью будет новый. Уже сейчас актеры приступили к репетициям спектаклей по произведениям советской драматургии. Так что ждем новых премьер. А теперь новость, которая может стать лучшим подарком для республики и в год литературы, и вообще в любое другое время. В Хакасию из Москвы поступил личный архив Михаила Еремеевича Кельчичакова. Его письма, неизданные стихотворения и тахпахи, фотографии и всевозможные документы помогут заново открыть жизнь и творчество поэта, писателя и драматурга. Чтобы больше узнать об архиве, мы отправились в село Верхнее Тея, где находится первый в Хакасии литературный музей имени Михаила Кельчичакова. Это край земли. Дальше дорог нет, только тайга. Верхнее Тея – родина Михаила Кельчичакова, всегда вдохновлявшая душу поэта и акина. Под этой лиственницей он играл в детстве. Под ней любил отдыхать, уже будучи известным литератором, членом Союза писателей РСФСР. Лучшего места для музея имени Кельчичакова быть не может. Здесь словно попадаешь в личный кабинет писателя. Его любимая печатная машинка, перо с чернильницей, пара очков. С этих личных вещей Михаила Кельчичакова и начался первый литературный музей. Их подарила дочь писателя, как только возникла идея создать музей. И лишь появилось само здание, она решилась на большее и передала музею весь личный архив отца. В каждой из коробок письма, фотографии, документы и другие вещи писателя, способные по-новому раскрыть жизнетворчество самого известного хакасского литератора. Ну, возьмем вот Ташкентский завод «Громопластинок». Вот здесь есть надпись «Мхил Еремеевич, Алтай артистерденцы и тып алгажах». Это благодарность, видимо, алтайских артистов. Вот. Мелодии горного Алтая. Вот гастроли Красноярского краевого драматического театра Пушкина в 1956 году. Вот здесь есть даже просто удивительные вещи, которым просто вот такими потными руками прикасаться, наверное, даже страшно. Это вот знаменитая его пьеса. Пьеса по его произведению. По его произведению, да, постановка Бурделя, Ульяновское областное управление. И вот здесь письмо, значит, из Абхазского государственного драматического театра. Вот они пишут, что намерены поставить вашу пьесу. К их сожалению, незнакомые с жизнью хакасского народа. Поэтому вынуждены беспокоить вас, чтобы вы оказали помощь. А именно, вышлите нам. По несколько экземпляров фотоснимков современных людей, которые более-менее похожи на героев. То есть тип, да. Второе – это пейзажи тайги. Двор хакасского колхозника. Внутренний вид жилой комнаты. Характерна ли у вас глиняная посуда? Ну, для мёда, что ли, там. Ноты к песням. И вообще ноты хакасских песен на разные мелодии и так далее. Может быть, имеются пластинки. Это было бы очень хорошо. Его пьесу ставили везде, но мало знали о хакасах. И через вот эти пьесы многие люди, многие области, они узнавали, что такое хакасия и кто такие хакасы. Есть здесь и совсем личные вещи. Как, например, это обращение к отцу. Очевидно, написанное Кельчичаковым в какие-то крайне драматичные для него минуты. Дорогой отец, когда ты умер, ох, как было трудно нам. А потом оказался второй отец. Мы думали о нём, ложились голодные. Бабушка говорила, на ночь едят только кулаки. А мы бедняки. Ох, как нам было тяжело. Мы одну картошку делили на троих. Мы с Петром. Коля оставляли побольше. Старший брат, он работал. Твоё седло кто-то унёс. А Чугар вчера унёс шкуру суслика. Говорит, что ты ему должен был. Теперь мы взрослые. Старше тебя на 12 лет. Отец. Вот он спрашивает, как мне жить? Второй отец, которому я молился, не тем был отцом. Говорят. Я за него умирал. У меня внуки. Как мне быть? Получается, что человек в нескольких строках изобразил всю свою жизнь, всю свою боль. И я думаю, что именно эта боль, именно вот это, скажем, желание быть рядом с отцом, наверное, и толкало его к тому, что он создавал бесподобное произведение. Личный архив Кельчичакова – настоящий клад не только для ценителей его творчества, которые найдут здесь неопубликованные произведения на хакасском языке. Михаил Еремеевич сохранил много материалов, касающихся театральной жизни и общественной деятельности на посту председателя Союза хакасских писателей. Ну а главное, разбирая архив, можно обогатить биографию драматурга новыми, важными и интересными фактами. Так что исследование архива не может быть заботой только одного маленького музея. Это дело чести для деятелей науки и культуры всей республики. Марина Конодакова, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия, События недели. На этом наш выпуск завершен. И желаю вам приятного окончания выходных и позитивного настроя на новую рабочую неделю. И наслаждайтесь летом, оно у нас короткое. Всего доброго и до новых встреч.